Здравствуйте, ребята! Сегодня на занятии мы поговорим о правилах использования твердого и мягкого знаков и об условиях их выбора в словах. Из курса начальной школы вы знаете о том, что твердый знак может выполнять функцию разделения, а мягкий знак может выполнять как функцию разделения, так и функцию смягчения. Давайте попробуем объяснить написание некоторых слов, обозначив условия выбора твердого и мягкого знаков. Первое слово сел, второе съел. Следующая пара слов семи, семи книг, например, и семьи. Только одна буква отличает графический облик слова в каждой паре. При этом в словах твердые и мягкие знаки оказываются в позиции либо перед ютированным гласным, либо перед буквой и. Запишем транскрипцию указанных слов. Первая пара слов сел и съел отличаются они только одним, одной буквой, разделительным твердым знаком. Как это будет выглядеть в транскрипции? Записываем. Мягкий согласный С, Э под ударением и в конце твердый Л. Съел С твердый. Разделительный твердый знак никакого звука не обозначает, но он стоит перед ютированным гласным. Соответственно, мы должны будем написать звук Е. Съел мы четко его слышим. Э в ударной позиции и в конце слова согласный твердый Л. Съел. Следующая пара слов. Семи. Первый звук С мягкий. И с оттенком Э, поскольку находится в предударной позиции. М мягкий. Семи. Ударные гласные в конце. И семьи. С мягкий. Соответственно, С. И с оттенком Э, поскольку также, как и первое слово семи, находится в предударной позиции. М мягкий. Но в данном случае мы должны также, как и в слове съел, указать звук Е. Семьи, поскольку мы четко слышим его. И И под ударением. Закрываем скобку. Транскрипция выполнена. Итак, в тех словах, где был ютированный гласный или буква И после твердого или мягкого знака, появляется звук Е. Следовательно, можно сделать вывод, что твердый знак перед буквами Е, Ё, Ю, Я и еще И указывает на то, что данные буквы будут обозначать два звука. Е плюс гласный звук. А твердые и мягкие знаки в данных примерах выполнять будут функцию разделения. Обратите также внимание на морфемы, в которых оказались твердые и мягкие знаки. В слове съел между приставкой на согласный звук и корнем, а в слове семьи в конце корня перед окончанием. Давайте запишем еще несколько слов и обозначим условия выбора того или иного знака. Первое слово Татьяна. Мы должны написать мягкий знак, поскольку он оказался в середине слова, в корне, внутри корня, перед буквой Я, ютированным гласным. В слове Объезд мы должны будем написать твердый знак, поскольку он стоит после приставки и перед буквой Е. В слове Предъюбилейный мы также должны написать твердый знак, поскольку он оказывается после приставки на согласный звук и перед буквой Ю. В слове Пьеса мягкий знак оказался внутри корня перед буквой Е. В слове «вьюга» внутри корня перед буквой «ю». В слове «воробья» на стыке корня и окончания. Следующее слово «бульон» – это заимствованное слово. И мягкий знак мы должны написать в корне перед буквой «о». «Воробьев» – мягкий знак оказался перед суффиксом фамилии. «Адъютант» – заимствованная приставка на согласный. И поэтому разделительный твердый знак будет написан после приставки на согласный перед буквой «ю». «Адъютант» – двухъярусный на стыке частей сложного слова перед буквой «я», которое обозначает ютированный гласный. Итак, правило, которое мы можем теперь сформулировать, будет звучать так. Разделительный твердый знак пишется после приставки на согласный, в том числе после иноязычных приставок, перед буквами «е», «ё», «ю», «я», а также в сложных словах. Разделительный мягкий знак пишется перед буквами «е», «ё», «ю», «я» и буквой «и» во всех остальных случаях, внутри корня, перед суффиксом, перед окончанием, а также в корне заимствованных слов перед буквой «о». Функция смягчения согласных характерна только для мягкого знака. Например, в слове «смотреть» мягкий знак в конце после согласного «т» смягчает его «смотреть». В слове «альбом» мягкий знак смягчает согласный «ль» – «альбом». В подобных словах звуков будет всегда на один меньше, чем букв. А зачем нужен мягкий знак в таких словах, как «дочь», «печь», «печь пироги», «режь», «читаешь», «смеяться», «лиш», «прочь». Ведь мы с вами знаем, что звук «ч» всегда мягкий. Тогда зачем нужен мягкий знак после него? Согласные звуки «ж» и «ш» всегда твердые. И сколько бы мы ни писали рядом мягкий знак, произнести эти звуки мягко мы не сможем. А сочетание букв «т» и «с» вообще звучит как один звук «ц» в глаголах «натся» и «ця», которые тоже не имеют пяры по мягкости. Почему же эти слова мы должны писать с мягким знаком? Дело в том, что у мягкого знака есть еще одна функция, важная очень функция. Мягкий знак может являться показателем определенной грамматической формы слова разных частей речи, оканчивающихся на шипящий. Давайте охарактеризуем каждое из следующих слов. Первое слово «дочь». Мягкий знак после буквы «ч» указывает на то, что это существительное женского рода в форме именительного падежа, единственного числа третьего склонения. Следующее слово «печь», «печь пироги». Что делать? «Печь» – мягкий знак после буквы «ч» указывает на то, что это глагол несовершенного вида в неопределенной форме. «Режь» после буквы «ж» мы должны написать мягкий знак, потому что он указывает на то, что глагол стоит в форме повелительного наклонения. «Читаешь» после буквы «ш» мягкий знак должны написать, поскольку это глагол в форме второго лица, единственного числа изъявительного наклонения. «Смеяться» – что делать? Глагол несовершенного вида в неопределенной форме. Соответственно, после буквы «т» перед «с» мы должны написать мягкий знак. «Лишь частица» после шипящего звука «ш», который обозначен буквой «ш», пишется мягкий знак. «Прочь» наречия – неизменяемая часть речи. Во всех наречиях, оканчивающихся на шипящий, пишется мягкий знак, кроме наречий-исключений «уж», «замуж», «нефтерпёшь». Обратите внимание, несмотря на то, что все слова относятся к разным частям речи, мягкий знак в них пишется после шипящего звука или в сочетании «тс». Это правило, которое нужно запомнить. Есть слова, в которых отсутствие мягкого знака в слове также будет указывать на определенную часть речи или грамматическую форму слова. И это правило также касается слов, оканчивающихся на шипящие звуки. Давайте сравним два слова «туш» и «туш». Произносятся эти слова совершенно одинаково, а вот разъяснить смысл помогает мягкий знак на письме. С мягким знаком после буквы «ш» мы напишем слово «туш», которое будет иметь форму именительного падежа женского рода и обозначать черную краску. А вот без мягкого знака после буквы «ш» в форме именительного падежа мужского рода мы напишем слово «туш», которое будет обозначать музыкальное произведение «марш». И, конечно, без мягкого знака мы будем писать следующие слова. В существительной форме именительного падежа единственного числа мужского рода, например, еж, врач, меч, плащ, малыш. В существительной форме родительного падежа множественного числа, например, много дач, груш, пастбищ и другие. И в прилагательных в краткой форме могуч, хорош, свеж и другие прилагательные. Теперь давайте выполним упражнение, которое поможет нам обобщить все, что мы выучили сегодня об условиях применения твердого и мягкого знака и об их функциях. Итак, первое слово «брежь». Нужно писать мягкий знак или нет? «Шипящий» есть в конце слова. Мы видим, что это существительное женского рода единственного числа третьего склонения. Значит, в обязательном порядке мягкий знак в конце слова будет написан. Съешь глагол повелительного наклонения. После шипящего пишется мягкий знак. «Крыш» существительное в форме множественного числа родительного падежа. Много чего. «Крыш» соответственно в этом случае после шипящего не пишется мягкий знак. «Вернешься» после шипящего мягкий знак должен писаться, потому что это глагол в форме второго лица, единственного числа изъявительного наклонения. «Ты вернешься». Объявление. Разделительный твердый знак стоит после приставки на согласный перед ютированным. Соответственно, наличие его в слове обязательно. Следующее слово «погош». Это прилагательное в краткой форме, поэтому после буквы «ж» мягкий знак не пишется. В слове «адъютант» после приставки на согласный перед ютированным гласным мы должны обязательно написать разделительный твердый знак. «Медальон» — заимствованное слово, в котором перед буквой «о» после буквы «ль» мы должны написать мягкий знак. «Достичь» — что сделать. После шипящего глухого согласного «ч» мы должны написать мягкий знак, поскольку это глагол в неопределенной форме. «Плющ» — существительное мужского рода, именительный падеж, единственное число, мягкий знак, не пишется. «Пью» — разделительный мягкий знак перед окончанием. А вот в слове «подъезд» — разделительный твердый знак, который стоит после приставки, оканчивающийся на согласный, и перед ютированным гласным. Подведем итоги. Сегодня мы говорили о правилах, связанных с условиями использования твердого и мягкого знаков. Мы вспомнили, что твердые и мягкие знаки могут выполнять функцию разделения и указывать на букву, обозначающую два звука, и что мягкий знак выполняет еще и функцию смягчения согласных. Также мы узнали, что мягкий знак может быть показателем грамматической формы слова, оканчивающейся на шипящий согласный. Повторите еще раз все правила, и вы без труда будете писать трудные слова без ошибок. До новых встреч!